Девушки отдыхают Просто девыть. Это надо будет вырезать. Расскажи немного о себе. Уточни, что ты хочешь узнать. Чем вот сейчас конкретно ты занимаешься? Какая у тебя область? У меня отдел из 40 инженеров, скажем так, которые занимаются различными областями нашего бэкэнда. У меня в подчинении 6 team lead, у каждого из них своя команда. И в принципе мы поддерживаем API, которым пользуются наши основные приложения, которым пользуются пользователи. А как ты пришел к этой позиции? То есть ты в Badoo уже пришел на руководящую должность или вырос внутри компании? Нет, я приходил в Badoo еще когда учился в институте. Я пришел в Badoo, когда был на пятом курсе института. Соответственно, я пришел на позицию PHP-заработчика. Начинал, соответственно, обычным инженером, PHP-заработчиком, потихоньку потом стал team lead'ом. Департамент рос, компания росла и, соответственно, я постепенно становился все выше и выше и со счастью я руковожу большим отделом достаточно. И сколько лет это заняло? Ну вот сейчас, на данный момент я 8 лет работаю в компании. 8 лет в одной компании. Не скучно? Скучно не бывает, да, то есть постоянно мне нравится и постоянно что-то новое приходит, постоянно какие-то новые задачи, новые челленджи, новые уровни, скажем так. Ты пришел в компанию PHP-разработчиком, правильно? То есть в компании Badoo основной язык разработки это PHP? Да. А получается, в 8 лет ты рос, в принципе, вместе с языком? Это вопрос философский, насколько вырос PHP за последние 8 лет. То есть здесь можно дискутировать, но в целом да. Насколько он вырос, как ты думаешь? Ну, так мне кажется, что был какой-то период достаточно застойный, но последние года 3-4, последние изменения и последняя динамика развития языка достаточно впечатляющая на мой взгляд. У нас ведь, если посмотреть, скажем, там паблики ВКонтакте, где роятся, скажем, начинающие разработчики, то никто не хочет учить PHP. Ну, судя по сообщениям. А что хотят учить? По крайней мере. Что-нибудь модное, молодежное, Python, Go, JavaScript. В принципе, да. Есть такая тема, что PHP потихонечку вываливается из такого тренда модного. Хотя, в целом, на рынке, то есть потребность в специалистах на PHP есть, и вакансий много, и компаний много, и, скажем так, различного размера, там, от мелких до средних, крупных. И, в принципе, всем нужны PHP-шники. Другое дело, что вот молодых новых PHP-шников становится все меньше и меньше, да. Хотя, ну, то есть это некие модные веяния, которые, возможно, никак не скоррелированы с потребностью рынка. Ты совершенно справедливо заметил, что у PHP была стагнация какое-то время, да, и последние несколько лет он активно развивается. Что из вот этого активного развития повлияло на вашу компанию, на вашу разработку, на какие-то ваши процессы? Ну, выход PHP-7, наверное, это было, получается, год-два назад, да. Это, наверное, такое знаковое событие в мире PHP было. И, ну, на нас это больше всего повлияло тем, что PHP-7 дает достаточно крупный выигрыш по производительности. У нас достаточно много ресурсов. Компания уходит на обработку PHP-запросов, PHP-кода, поэтому, соответственно, улучшение почти в два раза производительности там нам сильно помогло с точки зрения употребляемых ресурсов. Но там же есть проблема обратной совместимости. Тяжело было переходить? Некоторые технологии пришлось переизобрести, скажем так, для PHP-7, да, вот. Но это был нужный шаг. То есть несколько месяцев мы потратили на переход, но у нас просто система достаточно большая. У нас миллионы строкодов на PHP. Более того, есть инструменты, которые помогают это сделать. Ну, в принципе, можно почитать нашу статью про переход на PHP-7. Там есть детальное описание, какие проблемы с обратной совместимостью, как мы их решали. Там есть инструменты, которые помогают тебе просто найти все места, которые нужно поправить. То есть переход… Ребята из PHP, на самом деле, делают, на мой взгляд, очень крутую работу в плане обратной совместимости. То есть, действительно, да. Ну, они, во-первых, меняют не так часто, делают обратно несовместимые вещи не так часто, и когда их делают, они всячески их описывают и пытаются помочь людям и использующим язык перейти на современные технологии. Rasmus постоянно… Rasmus только о том и говорит последние, мне кажется, года два, как переходить на PHP-7, сохранять электроэнергию, леса, природу и мир, в общем, в целом. У PHP еще была проблема в самом начале, ну, в принципе, две же проблемы, да. У PHP известных низкий порог входа и вторая проблема — это высокая фрагментация. С этим только в последнее время начали как-то, ну, недавно сравнительно начали бороться, да. Вот вышли стандарты какие-то. Вы используете их в работе? Ты говоришь, первая проблема PHP — это порог входа, низкий порог входа. Да. В принципе, знаешь, с какой стороны посмотреть? Может быть, это не проблема? А в чем проблема, собственно? Вот, я задам вопрос такой встречный. Есть мнение в сообществе определенное. Моя задача скорее его развеять. Поэтому я задаю такие вопросы. Порог вход действительно низкий, но на мой взгляд это плюс. То есть ты открываешь, грубо говоря, блокнот и вот… То есть не нужно… То есть ты открываешь блокнот и начинаешь писать код. И он, в принципе, работает. Не нужно какие-то там тонны знаний, чтобы начать. Это, в принципе, наоборот. Давай назовем так. Это помогает людям очень просто входить в программирование. Возможно, многие пришли в программирование вообще только благодаря тому, что это было не два года, нужно что-то учить, а потом только сможешь написать свою первую страничку. Ну, то есть ты там читаешь книжечку и вот ты уже, в принципе, что-то можешь делать, да. Как ты определяешь глубину? Это знание, как работает язык или это знание алгоритмов, структур данных? Мы называем это внутри себя как какой-то технический кругозор. Ну, то есть это некое ощущение того, что ты заговоришь с человеком на одном языке. Секретом прохождения является только то, что человек интересуется технологиями, понимает, как работает что-то. Вот он, знаешь, вот есть такое понятие хакер. Ну, то есть это человек в хорошем смысле, который залазит чуть глубже не потому, что нужно залазить, а потому, что интересно. У меня есть хорошее русское слово. У меня есть хорошее русское слово для этого. Как мне кажется, подходит это энтузиаст. Да, да. Согласен. Да. Вот мне кажется, что в сфере, когда я заходил, ну, вероятно, когда ты тоже заходил в сферу, в принципе, не было же там таких ресурсов для программистов, как Stack Warflow. В принципе, там поисковики-то не очень-то были. И разработкой, программированием, да, занимались энтузиасты. Это было не очень просто. Изучалось по книгам, не у всех были IBM PC совместимые компьютеры, не у всех были компьютеры, многие программировали на листочке. И в отрасль приходили энтузиасты, да. А сейчас все гораздо сильно упростилось. И в отрасль многие приходят реализовывать, скажем так, другие желания. Какие? Финансовые, например. Ну, тут сложно человека обвинить в том, что он хочет зарабатывать деньги и много денег. Сложно винить человека в том, что он хочет хорошо жить. Все хотят хорошо жить, безусловно. Это тоже любая мотивация, это мотивация, да. Как вы сохраняете дальше внутри компании вот всю эту историю? Этот энтузиазм, его ведь надо поддерживать, развивать как-то. Как у вас это происходит? Мотивация каждого человека, знаешь, здесь очень сложно генерализировать как-то и как-то находить общие шаблоны. У каждого человека свои интересы, свои навыки, свои желания. То есть пытаемся работать по ситуации с каждым конкретным человеком, смотреть, что ему интересно. Но вообще в целом, в целом у нас сама система просто крупная и как бы работая в ней, ты уже какие-то навыки, какие-то такие инженерные подходы правильные. Она тебя как бы заставляет следовать каким-то правилам, каким-то шаблонам, каким-то правильным подходам, возможно, так. То есть ты работая там, ты уже растешь, в принципе. Особенно если ты раньше никогда до этого ничем, не знаю, не работал в Highload, ни из Mail.ru, а до этого работал, допустим, в какой-нибудь веб-студии и делал сайтики на Drupal. Тем не менее, когда ты делаешь какую-то систему, долгое время, одно и то же, взгляд замыливается, уже становится не так интересно и в рамках, скажем, ну, как правило, в рамках большого высоконагруженного сервиса, когда ты разрабатываешь какую-то часть этого сервиса, ты отвечаешь за какую-то одну часть и на самом деле там сложно применить какие-то суперновые техники, подходы, вот это вот все, и мне кажется, что энтузиазм может угаснуть на этом фоне. Как вы с этим боретесь? Да, я согласен, да. На самом деле, ты все правильно говоришь, сложно с тобой поспорить, это одна из основных проблем. То есть проблема того, что здесь еще накладывается не то, что бизнес часто хочет, не то, чтобы инженеры, значит, занимались развитием собственных инженерных скиллов, а хочет каких-то результатов и хочет, чтобы продукт развивался и деньги делались и все было хорошо в компании. Ну, надо искать какие-то, то есть надо искать какие-то интересные технические проекты, то есть в продуктовой разработке тоже бывают интересные проекты, бывают технически сложные задачи, бывают задачи, которые нужно делать. Ну, то есть нужно находить какие-то места, в которых можно и инженеру развиться, и это полезно компании. И опять же, инженер ищет интерес не в том, чтобы, знаешь, как… не в том, чтобы технологию какую-то применить, а в том, чтобы задачу решить эффективно. Вот в чем инженер хороший, собственно, на мой взгляд. То есть, если подытожить, вы нанимаете в компанию инженеров-энтузиастов? Да, можно сказать и так. Но, то есть у нас в компании очень много технологий уже готовых, уже сделанных решений внутри компании, поэтому в любом… то есть я это говорю к тому, что какого-то бэкграунда, то есть какого-то опыта работы с какими-то фреймворками известными, в принципе, для нас это не критично. То есть если человек не работал никогда с Ларавелем или не видел ЗЕНТ, ну и окей, у нас все равно большая часть решений своя. То есть у нас есть некий, скажем так, подготовленный документ, который пошагово описывает, пошагово проводит человека по нашей инфраструктуре кусочек за кусочком, рассказывает, почему что-то сделано так, как это сделано. И там такой формат, в котором человек читает и должен выполнить какую-то задачу по этой части. Читает и должен быть какую-то задачу. И после прохождения такого, то есть человек приходит в компанию, он вот по такому проходит, скажем так, introduction, мы называем это онбординг, то есть это некий процесс ввода человека в строй. И, ну, то есть через пару месяцев он как минимум уже потрогал основные вещи, он понимает, как это работает. И, ну, знаешь, в каждой компании есть некий сленг, сленг того, который описывает какие-то решения, и он как-то, ну, то есть не может разговаривать на одном языке, не нужно объяснять, что вот это, это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот так. То есть ты уже говоришь ему, сделай вот так, 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 или он предлагает какие-то решения. Это уже, как бы, человек полностью, скажем так, готов к самостоятельной работе. Есть какие-то, возможно, технические задания, которые вы даете в процессе собеседования, которые ты бы мог показать нашим зрителям, как их можно было бы эффективно, красиво решить. Давай так. Я не могу показать задания, которые даем мы. Хочется, чтобы это было все-таки каким-то секретом нашим. Но я, в принципе, могу указать, я вот недавно у коллег подсмотрел задачу, которая, на мой взгляд, очень похожа на то, что мы даем, на как бы стиль задач. Программа, которую мы сегодня будем писать, код, которую мы будем писать, это утилита Tail, самая простенькая юрализация, которая выводит N последних строк из файла. Соответственно, большинство должны знать, что есть утилита Tail, она… Сейчас я создам… Я создаю файлик, у которых тысяча строк. Соответственно, у нас есть тысяча строк в файле. И утилита Tail работает следующим образом. Мы указываем, что хотим вывести последние, например, сколько-то, например, десять. И видим последние десять строчек. Соответственно, нам нужно написать код, который сделает то же самое. Давайте начнем. Соответственно, в первую очередь можно получить имя файла из параметров командной строки. Соответственно, сначала проверим, что у нас передано достаточное количество. То есть, если параметров недостаточно, выходим с ошибкой. Первый параметр у нас будет файл name. Вторым опциональным параметром будет количество строчек, которые нужно вывести. Соответственно, параметра может не быть, поэтому проверим, что он есть. Если нет, то по умолчанию возьмем, ну, давайте десять. Давайте проверим, что файл существует. Или у нас нет прав на чтение этого файла. Опять же, мы заканчиваем ошибкой. Дальше мы открываем файл. Проверяем, что открытие файла закончилось успехом. Так, у нас открытый файл. Соответственно, сам алгоритм, который будет искать строчки. Мы сейчас реализуем самый простой, скажем так, наивный алгоритм. Ну, а вы, если хотите, можете дома поэкспериментировать. Я расскажу, в чем проблема в нем, а вы можете поэкспериментировать с тем, как его улучшить. Соответственно, мы будем читать все строчки из файла и накапливать буфер последних end-строчек, чтобы потом его вывести. Основная сложность в том, что, если использовать для этого массив, нам придется постоянно слайсить последний кусочек этого массива при превышении. Это с точки зрения сложности достаточно сложно, поэтому будем использовать такую структуру, как SPLQ. Соответственно, мы создаем... SPLQ позволяет добавлять и удалять элементы в конец очереди и удалять элементы из начала очереди за константное время. Ну, например, SPLQ может быть реализован на двух стэках, если это интересно. Итак, мы читаем все строчки из файла и добавляем их в конец SPLQ. Соответственно, если количество элементов в очереди превысило n, заданный нам, то мы первый элемент удаляем. таким образом у нас всегда поддерживается количество элементов, заданное n. То есть у нас последние n строчек будут всегда лежать вот такие. Ну и в конце нам нужно просто вывести все, что у нас... получилось в результате. так... готова основная часть. давайте попробуем, что у нас получилось. Соответственно, если мы не передали имя файла, то нам нужно передать имя файла. и вот, соответственно, у нас последние 10 строчек есть на выходе. Соответственно, мы можем на треть параметр передать количество. здесь у нас получается 50 строчек, ну, там 20. Соответственно, если мы передаем невалидное количество, то у нас оно кастится в ноль и, соответственно, вводится в ноль. Проблема этого алгоритма в том, что, скажем так, это наивная реализация этого алгоритма. Очевидно, что здесь есть проблемы. Они связаны с тем, что для того, чтобы ввести последние там 10 строчек файла, читается весь файл. Это не очень хорошо. Файл может быть там гигабайт, 10 гигабайт, терабайт, огромный может быть файл, а вывести нужно последний кусочек. Соответственно, более эффективная реализация связана с более эффективной реализацией может быть построена на базе чтения последнего блока с помощью, допустим, fsig. То есть мы можем читать не по строчке весь файл, а поставить указатель на какую-то середину файла. Ну, в общем, это уже, скажем так, ставим для самостоятельной реализации. Там есть проблемы, связанные с тем, что fsig может попасть в середину строчки, в конец строчки. И как раз это уже проработка вот этих всех тонких моментов. И то, сколько читать, по сколько себя и каким блоком читать с конца. Это как раз интересный вопрос, на который стоит найти ответ при реализации. В новом PHP, как я понял, будет уже нативная асинхронщина, да, но никто ее в целом не запрещал использовать раньше. Как вы используете такие возможности языка? Насколько много у вас демонов на PHP? Как у вас с памятью? Мы используем асинхронные запросы к MySQL. То есть, насколько я знаю, MySQL это поддерживает, то есть там просто собирается пачка запросов и они уходят асинхронно и пока они все выполняются асинхронно. Соответственно, вот это мы активно используем достаточно. Ну, соответственно, новых возможностей по асинхронности еще не ждем. Что касается демонов на PHP, то такие есть, небольшое их количество. То есть, у нас основная часть работы, назовем так, делается в кли. То есть, это какие-то скрипты, которые запускаются в облаке, но это не демоны. То есть, они чаще всего не висят в ожидании каких-то запросов или чего-то, но вот так на скидку могу вспомнить один демон на PHP, который у нас есть. Но у него достаточно там своеобразная задача, он запускает другие скрипты на PHP, скажем так. То есть, он такой запускальщик других скриптов на PHP. И интересная история про этот демон в том, что он был написан на C какое-то время назад, и вот реализация его на PHP дала определенный буст производительности. То есть, PHP-шная реализация этого демона работает лучше, чем C-шная. Но именно за счет того, что он запускает другие PHP-процессы и за счет того, что он загружает все заранее, соответственно, есть некое улучшение. То есть, вот у нас есть такой, знаешь, антипаттерн. Возможно, все говорят, что демон на PHP плохо. Вот у нас есть кейс, когда… Ну, это специфический кейс, я соглашусь, но есть кейс, когда вот C-шный сервис проиграл PHP-шному по образованию. Действительно, интересный пример. Ну, смотри, ведь с PHP или BeVent можно было использовать уже какое-то время, да, то есть можно было писать полноценные демоны, и все это в каком-то виде использовалось в разработке. React, PHP есть насколько это. Потом появился React, PHP, да, но многие ругали, как бы, зачем делать, использовать ненативные возможности языка, да? Почему бы не взять язык с нативными возможностями синхронщины, да, с какой-то более подходящей для этих целей, например, Go? Я так и знал, что ты на него намекаешь. Ну, да, здесь выбор технологий – это как бы вопрос, кто будет делать, что за задача и что за технология. То есть вот это, наверное, тройка такая, да? И все зависит от разных условий. Если ты знаешь Go, и ты можешь эту задачу решить быстрее, и поддерживать этот код будет потом проще, ну, такой еще тоже хороший вопрос, то почему бы это не сделать? Вы используете Go у себя? Да, у нас, ну, у нас в компании есть некоторое количество сервисов, написанных на Go, да, это так. То есть, в принципе, на мой взгляд, PHP и Go сейчас, в нашем современном мире, они неплохо дополняют друг друга, то есть имея… Я всегда говорю о том, что инженер, у него есть, знаешь, это как вот приходит плотник со своей коробочкой, вот у него в коробке там есть какие-то инструменты, которые он использует для того, чтобы что-то делать. Также и хороший инженер, да, у него есть какой-то наводственный технологий, который он хорошо знает и может применять эффективно. Вот, в принципе, вот эта вот коробочка, она у каждого инженера, наверное, своя, и чем она больше спектр задач покрывает, тем инженер сильнее получается, так. То есть, и вот Go, наверное, в принципе, неплохое дополнение к PHP. И самый часто задаваемый вопрос начинающих разработчиков, с какого языка начинать? С какого языка бы ты посоветовал начинать человеку, который сейчас хочет прийти в веб-разработку, скажем? В веб? Я бы посоветовал с PHP, почему нет? На каком-то начальном этапе, вот пока человек может в институте учится, наверное, задача попробовать по максимуму. Ну, то есть пока у тебя все равно опыта нигде нет, сложно угадать, что тебе понравится, сложно угадать, что, наверное, что как-то выстрелит для тебя. И, наверное, почему бы не попробовать по максимуму? То есть попробовать… Ну, я по собственному примеру это вижу. То есть я в институте писал и на C, и на Ирланге, и на… и микросхемы проектировал. Ну, что такое неделка, в общем. Ну, потому что было время, все было интересно. Вот что-то из этого выстрелило в PHP, да? Я улыбился сюда. Почему нет? В общем, подведу и док. Пока есть время, нужно пробовать. А если вы хотите в веб, начинайте с PHP. Почему нет? Да. Да. У нас есть традиция, гости задают вопросы нашим зрителям и дарят какой-то подарок. Возможно, ты сделаешь то же самое. У меня только не вопрос, а у меня предложение. Я предлагаю вашим зрителям поделиться в комментариях… Я думаю, это будет видео в YouTube, да? В комментариях к этому видео поделиться своим личным вам ассорс-проектом и написать пару строк о том, почему именно он должен получить подарок. И в качестве самого интересного проекта, который я выберу, я предлагаю подарить наушники. Вот такие я сам использую. Беспроводные, классные. С шумоподавлением для того, чтобы работа работалась лучше, опенсорс развивался лучше. Предлагаю подарить такие наушники тому, кто поделится самым интересным опенсорс-проектом. Друзья, если у вас есть или если вы можете быстро сделать интересный опенсорс-проект, вы можете выиграть наушники, как у технического директора компании Баду. Точно так. Теперь Блиц. Мак или Винда? Мак. Большая компания или стартап? Большая компания. Работа из дома или в офисе? В офисе. Какой смартфон предпочитаешь, какую операционную систему? iOS. Если бы у тебя была возможность стать супергероем, кем бы ты стал? Я не знаю, какие существуют. Биткоин. Покупать или продавать? Если есть, держать. Какой редактор кода используешь? PHP Шторм. Какую последнюю книгу ты прочитал? Как работает Google? Баду или Тиндер? Баду. Там можно свайпать? Без сомнений. Спасибо за ответы. С нами был Николай Крапивный, руководитель бэкэнд-разработки компании Баду. А вы подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.